Добрый день! Выложила информацию по поводу СМИ, что бывает перезёргивание в одноклассниках. Дискуссия всего, правда, человек пять обсуждает, но тем не менее это люди, которых я очень хорошо знаю, и мне проще ответить вслух, чем писать вот долго-долго табильно, набирая на клавиатуре. Поэтому мне так проще сделать Наташу Осипову. Не потому, что я зарабатываю деньги на Ютьюбе, вы можете поинтересоваться, сколько платят на Ютьюбе. Ответ будет такой, 9 центов за тысячу просмотров. У меня всего 70 тысяч просмотров. Оно меня нисколько не обогатило, и я вот в той семье, где женщина не должна думать о зарабатывании. Мне очень повезло. Я, безусловно, счастлива, что муж у меня глава семьи, и что он решает все наши финансовые вопросы. Моё дело – денежки тратить, а их не зарабатывать. Так что уже не переживайте, что я очень обогащусь, размещая свои Ютьюб-выкладки. Так, по поводу того, зачем я делаю, я ответила в самом первом видео. Оно так и называется – моё первое видео на Ютьюбе об Америке или ещё что-то. Ну, во всяком случае, если зайдёте на мою страничку и берёте просто моё первое видео, там я всё объясняю, почему я это начала делать. Далее, меня немножечко удивляет, почему вы меня воспринимаете как анти-россиянку. Я как раз за то, чтобы… Вот Россия процветала. Я как раз за то, чтобы между украинским и русским народом воцарился мир. Мне непонятно, как можно было развести вот ту грязную гражданскую войну, которая сейчас происходит на территории Украины. И я не хотела бы… Вот сейчас только что открыла основа, кто-то там говорит, да зачем её переубеждать, её не переубедишь. Ребят, не надо никого переубеждать, потому что если моё мнение не совпадает с вашим, это не значит, что оно не имеет права на существование. Просто я смотрю на эту проблему немножечко с другого ракурса. И у меня была такая ситуация буквально годика два назад. Я замещала учителя по истории, они добрались в это время до Корейской войны. И учитель не нашёл ничего лучшего, как раздать деткам, оставить им опросники, и чтобы я включила им фильм про Корейскую войну, и они там всё поработают. Я спокойненько сижу, читаю свою книжечку, и вдруг врывается информация такая, что после оккупации России, Северной Кореи, я аж подпрыгнула и говорю, «Алло, ребята, мы не воевали в Корее, мы не принимали участия в Корейской войне, мы даже вывели своих советников оттуда. Эту Корею поделили, по-моему, по 38-му меридиану ещё сразу после войны. Мы там не принимали участия». А они говорят, «Миссис, мисс ДК, вот же кадры документальные, причём тогда не было цифровой технологии, это всё, что записано на плёнке». Вот подтверждение тому, что принимали. И вообще Америка считает для себя необходимым принимать участие во всех конфликтах, где Россия принимает участие. Потому что там, где прошёл сапог русского солдата, там начинается депрессия в экономике, там идёт развал страны. А я в грудь себя готова бить и говорить что-то, «Да что вы, да мы же Европу спасли от фашизма, мы же то-то, сё-то». И они мне говорят, извините, «Соцлагерь, который в экономическом развитии очень отстал от тех стран, которые социалистическими не стали, нам про это вам говорить не надо». И возьмём даже просто Германию, Западную, Восточную, возьмём ту же Корею, Южную и Семерную, возьмём тот же Китай, который вот очухался, но очень быстрыми темпами, только после того, как Россия была не до Китая. И они свой социализм похерили наконец-то, а я сижу и думаю, мне нечего сказать. Я думаю, господи, хоть бы ещё про Кубу-то не сказали, потому что Куба-то вот здесь у них под боком. И, вы знаете, есть шикарная программа «Орёл и Решка», украинская, кстати, тоже, извините, уже россияне, которые к украинцам уже проникли ненавистью, хорошую делают программу. Они каждый выходной едут в какую-то точку мира, один со 100 долларами должен прожить выходной, другой с золотой карточкой. И вот один из сюжетов, вы можете его набрать «Орёл и Решка», даже не Куба, а Гавана, по-моему, там надо набрать Гавана, да и Куба, оно выпадет. И они вот по Гаване, то есть там 30 лет правления злостного американского, когда были построены дворцы, дома, все условия и теперешние. После стольких лет при поддержке российских денег люди живут в таких трещобах, такая нищета. То есть мне крыть, вот мне крыть нечем. И поэтому, когда Наталья там пишет, я тебе назову 150 стран, в которых Америка бомбит и всё разрушает, я ей задаю логичный вопрос, Наташенька, вот ты с 30-летним стажем педагог. Вот расскажи мне, пожалуйста, вот мы вливаем денег кучу, везде, по всему миру, отнимая своих россиян. Почему россияне, живущие в самой богатой стране мира, самые нищие? Назови мне список, где Россия прошлась, я даже сказала, щупальцы свои туда запустила, и вдруг там начался рассвет. Вот конкретно, что она мне пишет на одноклассников. Все бывшие окраины царской России превратились в промышленно развитые районы. Правда, упоминает, за годы советской власти. Надо сказать, что после советской власти всё это пришло в такую разруху, что людям нечем заняться, потому что ничего практически не работает. Дальше пишет, система колониализма развалилась не без помощи СССР, бывшим английскими и французским колониями. Да, разваливать-то мы умеем. Мы даже так и говорили до основания, а затем развалить-развалили. Ну, где процветание, там, где установился тогда социализм, а там, где сейчас Россия помогает. Просто так. То есть я, когда прочла информацию о том, что русские суда снова стали заходить на Кубу, я это понимаю, что туда снова пошёл поток российских денег. И когда я говорю, что я осуждаю эту политику, это я её осуждаю не потому, что Россия хочет противостоять Америке. Эти две великие державы, они всегда в противовесии, кроме нескольких буквально месяцев во время войны. Да не месяцев, чуть побольше, скажем, во время Второй мировой войны сотрудничали вместе. А за то, что россияне недополучают. За счёт внешней политики, проводимой всеми подряд правителями России, россияне недополучают. Вот я о чём. Мне больно за российский народ, который все оплачивает мероприятия во всём мире. Но результат-то нулевой. Так, и потом она говорит, Америка такой караул, вот хотя бы оглянись, Галя, на Детройт. Вот в Детройте не была. Но Детройт это всё равно, что Чикаго. Я даже скажу не своё мнение, кстати, своё мнение я запишу буквально через неделю, я буду через неделю в Чикаго, а я скажу мнение юриста, мама нашей здешней девочки, она летела первый раз через Чикаго. И она сказала, ну если так пахнет загнивающий капитализм, я бы с удовольствием с ним ещё погнила. То есть при том, что Америка, так же, как и Россия, во все горячие точки нос сует, при этом и её народ не страдает. Её народ получает всё необходимое. У них хорошая, обеспеченная жизнь. А развитой социализм, вот промышленные, промышленные развитые районы, опять же вернёмся к Наталье, Анатолий, ты что считаешь промышленно развитыми районами? Это там, где людям негде работать, а там же, где пенсия 6 тысяч. 6 тысяч пенсия, когда за квартиру, за кварплату, за телефон, за газ, за свет, они отдают большую половину этой пенсии. И что называется, ни в чём себе не отказывай. Василь вот пишет. Тебе не приходило в голову, что нам, твоим друзьям, это очень неприятно слышать о тебя. На кого, на какого читателя, слушателя, зрителя ты рассчитываешь, ведя агитацию на русском языке, и какие цели преследуешь, и какие реакции ждёшь. Во-первых, никакой агитации я не веду. Я просто нашла ещё один сайт для того, чтобы вы могли посмотреть. Ну, не вы, вы там всё знаете. Те люди, которым интересно, чтобы могли найти другую точку зрения, которая не совпадает, может быть, их. Если им это будет интересно. Кстати, когда я говорила про то, что фотографии выдаются не те. Вот маленький отрывочек. Вот маленький отрывочек. На самом деле, это фото было сделано в 2010 году в Джанхое, когда в Крыму хоронили мальчика, убитого местным психически больным человеком. Кроме того, широко распространялась фотография маленькой девочки, плачущей возле погибшей женщины. Авторы фейка утверждали, что это тоже следствие зверств украинской армии. На самом деле, это кадр из российского фильма «Брестская крепость» 2010 года. 27 мая в сети начали распространять новость о том, что в Тернополе проходит много. Мы пока их отключим. Я хочу здесь, даже не тут, я хочу здесь, вот он, вот, вот он мой ролик, о котором развелись вот такие, там между пятью людьми, но тем не менее. Посмотрите, просмотров 72. Ну, 8 человек поставили палец кверху, и только один поставил палец книзу. То есть, ну, находятся люди, которым информация, которую я выкладываю, кажется интересной, и если она вам неинтересна, ну, просто ее не смотрите. Я рассказываю очень много о школах американских, я рассказываю очень много о ежедневной жизни американской. Но смотрите это или не смотрите, ничего. То есть, это же ваш выбор. Это ваш выбор. Дальше. Потом, вам неприятно, что я это говорю, а мне неприятно, когда под дикими лозунгами по поводу того, что уничтожить Америку, я вижу, лайки, вот ваши. Вы не представляете, как мне неприятно, потому что, вот я даже не могу представить ни одного американца, который бы сказал, надо разбомбить Россию, потому что они вот плохие. Вот нет ни одного. То, что происходит между нашими политиками, это происходит между нашими политиками. Но рядовые американцы, они такие дружелюбные. Они так радеют за все происходящее в мире, и они в Украину сейчас посылают деньги, как мама моя, зачем вы в Украину посылаете денег? Да помимо правительственных, идут деньги пожертвования, потому что люди знают, что раз там сейчас идут военные действия, людям надо помогать. И все равно, с какой стороны люди получат эти деньги, главное, что они их получат, потому что надо, чтобы эти люди не голодали. Они посылают продуктовые пайки туда. Кто из русских, из вас, которые пытаются меня переубедить, кто послал какую-то денежку? Я вот этим девочкам послала, потому что мне их канал нравится. Если вам нравится другой, поддержите другой. Если вы хотите поддержать россиян там где-то, Бога ради, посылайте, помогайте. Зачем переубеждать меня? У меня сложилась такая точка зрения. Я люблю Россию, но я хочу видеть ее процветающей. Вот недавно мой учитель выложил снова такие, поставил лайк, кто-то выложил, не он, потому что он лет на 30 меня, ой, нет, лет на 20 меня постарше. Я не думаю, что он может сам создать, но он подписал, мы живем на такую-то зарплату, у нас пособие на детей вот такое-то, у нас пенсия вот такая-то. Да, то есть да, вы там вот поете хвалу Катюшке за то, что она до сих пор в школе. Поклон, но почему за такую зарплату? Вот где надо обращаться к Путину, не рукоплескать ему. У меня, кстати, есть тут тоже, я сейчас их объединила в один плейлист, не могу молчать, и там у меня было вот за Путина ура, а он там отобрал денежки, вернул огромную сумму в казну России. И я в конце говорю, ну может быть хоть капелька, хоть капелька достанется педагогам, хоть капелька достанется докторам, хоть капелька пенсионерам. Не досталось капельки. Вот очень интересно, я не записала, но чуть было не забыла. Ирочка, он говорит по поводу того, что вот Россия-то не претендует на другие территории, а вот на российскую как раз претендует Америка и хочет сделать ее колонией и чего только. И что кого-то вот не оставляет в покое, что так много благ в России, я имею в виду природных богатств. Ирочка, вот ты как раз, в отличие от многих здесь дискутирующих, ездила в Арабские Эмираты, я не знаю, может шесть раз, может десять раз. И ты еще в прошлом веке говорила, это вот страна третьего тысячелетия. Вот 14 лет уже прошло, а они процветают. А у них только нефть. У них нет этих просторов с породами великолепными лесов. У них нет столько природных богатств, которые есть в России. У них нет столько золота на их территории. У них нет столько алмазов, про которые Павел Воля говорит, что если якутские алмазы взять, они покроют всю Польшу. Да, их много. Но что от этого получил русский простой гражданин? Вот что он получил от того, что страна самая богатая? А по поводу того, что Америка хочет сделать колонии? Ребята, я бы обратила ваше внимание на Восток. Вот на сегодняшний день на Востоке китайцев проживает уже больше, чем коренного населения. А сейчас, когда я вижу, как маршируют президенты рядышком, они вообще пешком пойдут через границу. Вот где можно потерять территории. Очень богатые территории, разрабатывая которые, можно обеспечить русскому гражданину такую жизнь, как имеют Арабские Эмираты. Каждый родившийся рождается там богатым. А они нефть, нефть, вот когда, извините, ее открыли? Как раз тогда, когда Америка сразу же перестала разрабатывать свои вы, свои собственные, заморозила всю свою нефтедобычу. Все сказал, мы будем покупать по... Какие цены это называются? По мировым ценам нам это выгодно. Мы не будем сейчас свое разрабатывать. Мы лучше привезем. Я живу в Талсе, которая была нефтяная столица Соединенных Штатов Америки. Она перекочевала, как только в Арабских Эмиратах нашли, она перекочевала в Хьюстон, потому что свою не добывали, потому что в Хьюстон пошли корабли с сырой нефтью. И я вам уже рассказывала о ценах на бензин. То есть они закупили в Эмиратах, привезли на кораблях сюда, здесь обработали и продали бензин такой же, по какой продает Россия своему гражданину. Ну хотя бы бензин продайте своим, не по мировым ценам. Ну хотя бы своему народу бензинчику пусть заправят машине при той зарплате, которая есть. Для народа ничего не делается. Вот о чём я говорю, когда я высказываюсь по поводу того, что я не согласна с той политикой, которую проводит Путин. И ещё одна причина, почему я делаю на русском языке свои ролики, потому что, во-первых, рассчитана на русскую аудиторию, а во-вторых, я не хочу, чтобы мой муж сказал, что я в чём-то не одобряю Путина. Он его обожает. И обожает в первую очередь из-за того, что он без конца бьёт по носу нашего чёрного президента, которого он люто ненавидит. То есть вот уже я не хочу обижать своего мужа, и поэтому я при нём не высказываюсь, что мне не нравится, что делает он тут, что не нравится он делает тут, что мне стыдно за Россию здесь, что мне стыдно за Россию там. Кстати, три года назад, когда мы приезжали вместе с мужем, я очень погордилась Россией в том, что в Москве наконец-то сделали приличный аэропорт. Но когда русские сейчас пишут, вот здесь уже на сайтах, на кастях, мы научили Европу мыться, ну почему до сих пор вы у Европы, которые научили мыться, не научились делать туалеты такие, чтобы там не воняло? Почему в Европе и в Америке пахнет розами в туалете, а в России даже в новом аэропорту всё равно воняет дерьмом? А мы научили Европу мыться. Боже, какие мы молодцы! А почему сейчас-то не учиться у всего мира? Так, США мечтают сделать Россию. Это я про это сказала. Так, вот соглашусь с Сельмирочкой. Она пишет здесь, мы простые люди и доли правды не знаем. Только история покажет, господа, только любовь и уважение к друг другу спасёт этот грешный мир. Единицы разжигают ненависть для собственной пользы. Перестаньте обобщать Америка, Россия, Украина. Я тоже за то, чтобы между этими нашими странами когда-то, наконец-то, возникло взаимопонимание. Я очень сомневаюсь, что при Обаме это будет. Это позор Америки. Вот Обама – это позор Америки. Но мы ничего не можем сделать. 51% населения, которые не работают в Америке, проголосовали за обещания обамовские. И мы просто ждём ещё два года. Мы просто ждём ещё два года. Но мне очень хочется, чтобы за эти два года не началась война. Это никому не надо. Это не надо американским гражданам, это не надо российским гражданам. И вот когда там оголтело, кричат, да мы, да мы, да мы, да мы всех шапками закидаем. Ребята, это будет ужасная война, если она будет. Не дай Бог. Не дай Бог. Мира во всём мире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!